Здравствуйте! Вы смотрите канал ОТС. В эфире новости экономики и бизнеса. В студии работает Светлана Антимонова. И начнем выпуск с цифры дня. 400 тысяч рублей взыскали судебные приставы с должника. Житель Куйбышева не платил алименты на своего ребенка. По решению суда были арестованы счета. Оказалось, мужчина работает вахтовиком на Сахалине. Приехал домой в отпуск. Тут ему перечислили зарплату. Ее хватило, чтобы взыскать долг. Отныне алименты будут автоматически удерживаться из жалования. Также в этом выпуске расскажем о том, какие убытки понесли россияне из-за коронавируса, сколько в стране просроченных кредитов и как помогут газетам. Подробности далее. Новосибирск. Лидер по стоимости жилья в Сибири. А самое дешевое жилье в округе в Туве. Рейтинг составили аналитики портала ЦИА. Самая дорогая однокомнатная квартира в Сибири на вторичном рынке продается в Омске. Ее стоимость составляет 13,9 миллиона рублей. Площадь небольшая, 53 квадратных метра. Зато есть отдельный вход и дизайнерский ремонт. На втором месте в рейтинге квартира в Новосибирске за 11 миллионов рублей. К площади в 70 квадратных метров прилагаются два места на парковке под землей. А в Туве самая дорогая однешка стоит всего 3 миллиона рублей. 1 миллиард 100 миллионов рублей потратит Новосибирский технический университет на новое общежитие для студентов. Уже объявлен конкурс на строительство. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Согласно документации, общежитие будет состоять из двух зданий на 790 мест. Высота объектов 12 и 15 этажей. Корпуса возведут в районе площади метро Студенческая. Их оборудуют пандусами и подъемниками для маломобильных граждан. В новом общежитии разместятся кафе, столовая, тренажерный зал и современные комнаты самоподготовки, сообщает пресс-службе ВУЗа. Общежитие должно быть возведено к 25 декабря 2022 года. Эксперты оценили потери россиян в пандемии в 16 миллионов средних зарплат. Работающие граждане не досчитались 840 миллиардов рублей доходов, свидетельствует подсчет экспертов рейтингового агентства НКР «Цена карантина». Сокращение фонда оплаты труда в основном было связано не с массовыми увольнениями, а с режимом неполной занятости. На фоне снижения трудовых доходов реальные доходы россиян в апреле-июне сократились на 8%. Это самое значительное падение в 21 веке. При подсчетах не учитывали потери нетрудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности – ремонт, строительство, сферы услуг. Агентство оценивает число таких работников по всей стране в 13 миллионов человек. Потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенного населения. Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей. Это результаты исследований Бюро кредитных историй «Эквифакс». Количество займов с просрочкой более 90 дней растет на 500 тысяч ежемесячно. По итогам года 13,5 миллионов кредитов и займов, то есть каждый шестой, вероятно, окажется проблемным. Лидер антирейтинга Москва и Московская область. Наименьшее количество проблемных суд в Ингушетии и на Чукотке. Центробанк обратил внимание на снижение качества кредитного портфеля банков за последние шесть месяцев. Этому способствовал большой объем реструктурированных во время первой волны пандемии розничных и корпоративных кредитов. Онлайн-документы с портала Госуслуг можно будет распечатывать и заверять в МФЦ. Проект постановления об этом подготовили в правительстве. Пока не все организации готовы принимать документы в электронном виде. Например, в поликлинике могут потребовать бумажное свидетельство о временной регистрации. Управляющая компания для расчета платы за услуги может попросить предоставить свидетельство о регистрации по месту жительства. В банке могут обязать предъявить право устанавливающие документы на квартиру или дом. Чтобы получить юридически значимую бумажную копию, гражданам надо будет записаться в МФЦ. При этом важно помнить, что самостоятельно распечатанный электронный документ не имеет юридической силы. Финансовую нагрузку на газеты снижают. СМИ и полиграфические предприятия смогут относить до трети нераспроданного тиража к прочим расходам, что ослабит налоговое бремя. Поправки в налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин. Производители печатных изданий сильно пострадали от последствий коронавируса. Продажи по отрасли резко упали. После встречи с издателями летом президент поручил разработать меры дополнительной поддержки. Новый закон – одна из них. Раньше издатели могли отнести лишь 10% нереализованного тиража к прочим расходам, что повышало налогооблагаемую базу. Новый закон, который вступит в силу через месяц, решит эту проблему. Заместитель главы министра цифры Алексей Волин заявил, цитата, «У печатных СМИ есть и еще будет своя аудитория, поэтому помощь им надо оказывать. Но основную работу все же делает не государство, а сами участники рынка. Наш принцип не меняется, мы помогаем дееспособным». На сайте Автору появилось объявление о продаже спорткарта российского производства. Новосибирец выставил на продажу «Белую Марусю» B1-17 первой серии, выпущенной в 2014 году. Пробег машины составляет всего 100 километров. Эксклюзивный автомобиль обойдется желающим 12,5 миллионов рублей. Налог на автомобиль составит 33 750 рублей в год. На этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»